В Волгоградской области успешно реализуется федеральный закон о накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Программа разработана для военных, проходящих службу по контракту, и призвана помогать им в решении жилищных проблем. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Сероштанов. 262 квартиры. Такое количество жилья в Волгограде и области было приобретено военнослужащими по специальной накопительной ипотечной программе с начала этого года. Основная часть участников системы – военные, получившие первое офицерское звание после 1 января 2005 года, а также неофицерский состав контрактной службы, отдавшей долг родине не менее трех лет. Суть программы проста. Ежемесячно на личный счет участника накопительной ипотечной системы перечисляются денежные средства, которые могут быть использованы на приобретение жилых помещений – около 20 тысяч рублей. К накопительным средствам добавляется сумма кредита от 2 до 2,5 миллионов. Полная сумма, на которую может участник рассчитывать при покупке жилья – это сумма его накоплений и сумма кредита, выданного банком. Это примерно 3,3 миллиона рублей. Для приобретения более комфортного жилья военнослужащий может использовать собственные деньги. Сегодня в программе и военная ипотека участвуют десятки банков-партнеров. 10% от всех ипотек, по словам специалистов, берут военные по специальной ставке. Процентная ставка от 9,4. Срок кредита возможен до 20 лет. Но опять-таки для расчета максимальной суммы кредита и для максимального срока кредита учитывается, как уже говорила Надежда Владимировна, предельный возраст военного – 45 лет. Что касается комиссии, то комиссии в нашем банке не существует ни комиссии ни за оформление, ни за выдачу кредита. Волгоград, Волжский, Камышин. По статистике, Росвоен ипотеки – самые популярные города в нашем регионе, где сегодня приобретают квартиры военнослужащие. Что важно, погашение кредита осуществляется за счет средств федерального бюджета. Исходя из того, что вопрос удобно-неудобно – удобно, потому что военнослужащие, я говорю, что на первых годах своей службы уже обеспечены, у него же не болит голова, где и как содержать семью. С начала 2014 года в целом по России приобрели жилье более 92 тысяч военнослужащих. Жаль только, говорят люди в погонах, что сегодня нельзя использовать материнский капитал участникам накопительной ипотечной системы и жилищного обеспечения военнослужащих. Но такое предложение в Законодательное собрание России уже внесено.